Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии в центре Казани. Он говорит, манёвр закончил, но не успел походу. Мокрый же асфальт. Пассажирский автобус, проехав на красный свет, протаранил иномарку. Настигли через несколько километров. От того, что я отказался отмена свидетельствами. Почему водитель Киосит не хотел встречаться с автоинспекторами и только сильнее нажал на газ? И что стало причиной возгорания машин на улице Чистопольская? Съёмки с камер наблюдения. Это и не только прямо сейчас. Пять пассажиров автобуса и водитель легковушки пострадали в результате аварии на перекрёстке улиц Татарстан и Салимжаново в Казани. В 8 часов утра автобус 37 маршрута выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. И даже не пытаясь тормозить, протаранил начавшую движение иномарку. Удар пришёлся как раз в водительскую дверь легковушки. Нафиса Минязова с места происшествия. Момент, когда автобус протаранил Ауди, был запечатлён на видеорегистратор очевидцев аварии. Водитель Наготоника, судя по всему, даже не тормозил и выехал на перекрёсток на красный свет. Сначала он протаранил в левый бок легковушку. Затем оба транспортных средства сносят дорожные знаки и врезаются в забор на противоположной стороне дороги. При этом пешеходы едва успевают отбежать от неуправляемого и сносящего всё на своём пути автобуса. Установлено, что водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора, после чего и столкнулся с легковушкой. Как видите, основная сила удара пришлась именно на его сторону. Спасателям, чтобы извлечь водителя, пришлось постараться. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, он периодически терял сознание. Его госпитализировали в седьмую городскую больницу. Выяснилось также, что водитель не был владельцем данной иномарки. И автомобиль, к слову, был совершенно новый. Его приобрели всего неделю назад. Вот хозяин машины. Хозяин? Это хозяин машины. А за рулём тогда кто? Не хозяин был. В автобусе также без пострадавших не обошлось. Ну я бабушку удержала. Она не упала. Просто ударилась. Народа много было. Из-за этого у нас пострадавших не очень много было. Салон, говорит, женщина, был полный. Это и спасло людей от тяжёлых травм. Пассажиры были прижаты к друг другу. Больше всех досталось тем, кто стоял впереди. Женщину посмотрели, потом она ушла. Четверо поехали. Просто для рентгенка пройти уже. Всего в автобусе пострадали пять человек. Четверым из них понадобилась госпитализация с различными травмами. Пострадавших доставили в седьмую городскую больницу. Водитель общественного транспорта попытался объяснить, почему произошла авария. Он говорит, манёвры закончил. Но не успел походу. Мокрый же асфальт. Степень вины водителя автобуса ещё будут устанавливать сотрудники автоинспекции с учётом тяжести, травм, которые получили пострадавшие. До завершения расследования водителя отстранили от работы. Если подтвердится его вина в происшествии, то мужчину, вероятно, уволят. Ездит пьяный и протаранил стоящую машину. Такое сообщение поступило в автоинспекцию от жителей одного из домов на улице Маяковского в Альметьевске. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль, про который говорили жители и задержали его водителя. Как оказалось, 22-летний молодой человек ездил на машине своего знакомого. При этом был в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал без малого 0,9 мг чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Кроме того, стало ясно, что водительского удостоверения он никогда не получал и не обучался в автошколе. Молодого человека задержали. Теперь предстоит выяснить, как он оказался за рулём чужой машины. Если владелец транспорта сам дал ему ключи, то хозяину грозит штраф и лишение прав. Если же был угон, о чём должно быть соответствующее заявление в полицию, то водителю грозит уголовная ответственность. Сам же автомобиль отправили на штрафстоянку. Попала в слепую зону. Лада 12 модели протаранил самосвал на улице Восстания. По предварительной версии оба автомобиля ехали в одном направлении. Проехав перекрёсток с улицей Короленко, легковой автомобиль неожиданно оказался под многотонной машиной. Как так получилось, попыталась разобраться Алина Мусина. Передом получителя сюда вот, от пары разбитые. И я откинул сюда. Водитель самосвала рассказал, что ехал вместе с легковушкой в одну сторону, ещё с улицы Чуйкова. Сам он, говорит, никуда не поворачивал. Ехал по своей полосе, как под его машиной. Оказалось, Лада 12 модели, которая ехала справа, говорит, даже не понял. И не сразу заметил внезапное препятствие. Банда мне задела её, она обгонять не начала. Я и не понял, что ничего не было. Банда задела, её начало разворачивать. Так часто вообще нет поводов, легковушки у вас? 35 лет баранка, ручей первый раз. Даже руки затрясли. Девушка, попавшая под многотонную машину, не пострадала, но сильно испугалась. Она рассказала, что ехала параллельно с грузовиком и даже не думала перестраиваться. Ехала, как обычно, с этого, что светофоры двигались вдвоем. Я его чуть-чуть обогнала, напишу, а я по России ехал. И чувствую, да, потом меня начало разворачиваться. После удара легковушку отбросила на дерево. Машина получила многочисленные повреждения с разных сторон. Ляжет ли ремонт автомобиля на плечи собственника, решат автоинспекторы. Алина Мусьна, Ират Назипов, Константин Бушоев, Вызов 112. Ещё одно столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло несколько часов спустя на улице Чистопольская. По предварительной версии, Аудио ТТ въехала в припаркованный КАМАЗ. Удар был такой силы, что у легковушки оказалась разбита вся передняя часть. От серьёзных травм водители иномарки спасли сработавшие подушки безопасности. Вероятнее всего, восстанавливать дорогой автомобиль уже не имеет смысла. Помощь медиков понадобилась пешеходу на улице Волгоградская. По рассказам очевидцев, нетрезвый мужчина вышел на дорогу и просто лёг на пешеходном переходе. Водители проезжавших автомобилей решили вызвать ему карету скорой помощи. Вскоре пешехода оттащили от середины проезжей части и погрузили в медицинский автомобиль. Не подчинился требованию об остановке, а лишь сильнее нажал на газ. Сегодня автоинспекторы в Кировском районе Казани задержали водителя автомобиля Киэсид, который явно не желал встречи с сотрудниками ГИБДД. Почему? Попыталась узнать написа Минязова. Задержали незаконно, уверен водитель иномарки, не понимая, для чего нужны наручники. Ничего противозаконного считает не делал, только отказался от медицинского освидетельствования. Но это говорит его право о том, что несколькими минутами ранее не подчинился требованию автоинспекторов об остановке и лишь сильнее нажал на газ, он предпочел не рассказывать. Догнать скрывающийся автомобиль удалось через несколько километров на Аракчинском шоссе. После того, как погоня все-таки завершилась и водителей иномарки поймали, автоинспектор заподозрили его в том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. А только эти подозрения все же не подтвердились. Были обнаружены совершенно другие факты. Сотрудники госавтоинспекции заметили, что мужчина ведет себя не совсем адекватно, но запах алкоголя от него при этом нет. Это и стало поводом внимательнее досмотреть автомобиль. Тут-то и обнаружили спичечный коробок с порошкообразным веществом. Стражи порядка предположили, что это наркотические средства и водитель, возможно, находится под их действием. Поэтому и отказался от освидетельствования. Теперь найденный им порошок будет направлен на экспертизу и уже от ее результатов будет зависеть дальнейшая судьба водителей иномарки. Нафиса Минязова, Рамзель Гарипов, Вызов 112. Две иномарки загорелись сегодня ночью на улице Чистопольская. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина подходит к тем самым автомобилям, наклоняется возле них ненадолго, а затем убегает. Возгорание происходит в ту же секунду. Примерно в половину третьего утра очевидцы вызвали пожарных, прибывшие на место происшествия огнеборцы, потушили пламя и отключили аккумуляторы. Проводятся следственные мероприятия, устанавливается личность вероятного поджигателя. Особое внимание на иностранцев обращали полицейские в Казани во время проведения операции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал-2018». Проверяли, впрочем, не только иностранцев, но и их работодателей, те, кто ставит их на учет в своих квартирах. К слову, за незаконную регистрацию иностранных граждан полицейские возбудили 11 уголовных дел. Всего же за две недели в поле зрения правоохранителей попало около тысячи иностранных граждан. Выявлено около 700 нарушений. Каких именно, знает Анна Городнова. Проверка документов и не только. На городских рынках и строительных площадках сотрудники правоохранительных органов выявляли нелегальных мигрантов. И в этот раз иностранцам пришлось уже не восхвалять и продавать свой товар, а объяснять, на законных ли основаниях они стоят за прилавками. Всего в зону особого внимания полиции попали десятки излюбленных мест обитания гастарбайтеров. Обычно это рынки, стройки и общежития. Правоохранители также проверяли и работодателей. Проверяющие не только пытались найти нарушения, они также интересовались, в каких условиях мигранты работают и живут. И не возникают ли какие-либо трудности. В ходе на адрес мероприятий сотрудниками управления выявлено 689 в пронушении в сфере миграции. В отношении 39 иностранных граждан судами города Казань принято решение административного выдворения. В рамках данной операции возбуждено 11 уголовных дел. В результате проведенных проверок 47 иностранных граждан принудительно покинули пределы границ России. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно делать и в наших группах в социальных сетях, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров, до встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.